всем привет ноябрь 2018 и вы слышите 69 выпуск подкаста для связистов link map с нами сегодня алексей воробьев microsoft привет алексей привет саша клиппер amazon привет саш привет привет и к сожалению все таки не получилось на попасть антону мосяги но может быть он подключится по ходу если подключится то поприветствуем его говорить мы будем как и обещали про то что такое облака какие они бывают и главным образом как мы любим про сетевую часть про инфраструктуру но прежде чем мы начнем хочу сообщить последние новости про наш гитбук напоминаю что все статьи серии сети для самых маленьких мы решили перенести на гитбук шаг это был он опрашивался сам собой если уж я написал эти статьи безвозмездно куча народу помимо меня приняли участие в редактуре и критике и даже были с авторами то почему бы в результате все это не выложить в open source под какой-нибудь лицензии даже смотря на то что пока это не было нигде формализовано в общем то приглашение были довольно скромные подключаться появилась тем не менее 10 контрибьюторов 10 раз форкнули проект sdsm на гитабе мне очень приятно что люди начали принимать в этом участие кого-то из них я знаю лично с кем-то активно переписывались по ходу правки а кто-то просто скромно накомитил и ушел вот отдельное спасибо хочу сказать и денису аймухаметову которым кстати потом мы и оффлайне познакомились и алексу титан рейн которого я не знаю но вместе они перенесли большую часть статей еще спасибо я не из питера с которой мы прямо сейчас довольно активно взаимодействуем она питон разработчик каком-то питерском не она навела порядок в нашем репозитории структурирую выработала план дальнейших действий дописала несколько страниц и вообще к моему стыду принимает участие в жизни гитвук гораздо больше чем я сейчас и собственно благодаря я не после этого подкаста мне есть на что отдать ссылку для будущих контрибьютер макс глюк принес 4 статью sdsm сатанды жили не знаю как его в реальном мире зовут а внес несколько лексических и смысловых правок друзья спасибо всем большое всех кто принимал участие в проекте мы обязательно перечислим потом в отдельном месте в отдельном файлике в репозитории и никогда к нам не поздно подключиться и помочь нам все еще нужно перенести оставшиеся статьи исправить в них ошибки дополнить их если комментарии были дельные замечания структурировать статьи внутри и так далее и след за подкастом я опубликую отдельную новость о том куда вам нажать чтобы сделать хорошо нам вот наверное это про это все но в общем отдельная инструкция подробно о том как это сделать вот начиная с от get install git будет доступно точнее она уже доступна марата у тебя же будет конда в акт без этого сейчас никуда не знаю что вам писать нам подожди ли лину свернулся все уже хорошо все равно без кода в контакт нельзя нельзя без негров и женщин женщины у нас нет негров клипер подгоняйте сейчас обидится между прочим и конечно нами сегодня нет но как бы не значит и нет совсем то есть саша дождался да когда этот самый когда наташа уйдет воспользоваться теперь говори что у женщин нет ничего вам не скажу все хейтеры мама кстати этом ситуация патреоном что хочется сказать будь как иван михайлович смирнов который присоединился к нашему патреону поддержал на своим трудовым рублем или долларом или бог его знает чем и все я сегодня немного слове спасибо ну кажется все можем переходить техники и так сегодня у нас много обещающий состав три человека поддерживающих облака и к сожалению нет на ни одного эксплуатирующего хотя не знаю лишь с облаками как целом это немножко не моя епархия но кое-что знаю ну он три человека поддерживающих облака наверно что-нибудь расскажу итак у нас сегодня и жур amazon яндекс коллеги несколько слов о себе пожалуйста чем занимайтесь своей компании лишь привет еще раз алексей воробьев меня зовут я работаю в технической поддержке microsoft здесь в москве он поддерживаю сетевую инфраструктуру облака то есть я взаимодействую с клиентами до этого до того как я попал в облака я ими вообще ни разу не занимался ни разу не видел только очень хотелось но как-то не все не представлялось случая был сетевым инженером вот работал с цисками работал с там со всякими другими железками вот ну и как бы все а если далеко сильно отходить отсюда то чем ты купил на собеседование почему тебя взяли слушай но это всегда вопрос не непонятный да чем нравишься чем не нравишься на самом деле если говорить про microsoft я оплавился по моему туда раза четыре и наверное я купил тем что я не надеялся попасть четвертый раз да может быть вот потому что ну может просто пришло время какого-то опыт дошел там еще что-то да потому что все равно с годами становишься чуть более опытным каждый раз все больше и больше шишек набиваешь поэтому может быть вот какой-то этот вариант ну а сейчас в чем заключается твоя работа а сейчас я как техподдержка получаю заявки до от клиентов у которых что-то не работает в эзер по сетевой инфраструктуре ну и соответственно решаем вот это может быть как проблемы в том что наш клиент не знает как настроить или у него что-то не получается так и ну бывают какие-то проблемы с тем что действительно в облаке что-то не работает то есть не секрет что и такие вещи бывают но все-таки в основном это проблемы с настройкой и проблемы с пониманием как это взаимодействие собственно почему мне захотелось рассказать потому что очень много вопросов ну сеть она вроде и такая же сеть да я и пи адреса те же самые но очень много таких неизвестных вещей на которые люди не обращают внимание и потом из-за этого не работает ну да мы до этого немного разговаривали про то что как раз и только что прошел период обучения процесса обучения изучение облака и на свежую голову когда ты еще знаешь чего именно тебе не хватало в какой момент как раз удобно рассказать поделиться путем ну да на самом деле если меня спросите как работает компьютер и какую книжку почитать я уже точно не подскажу потому что это было так давно что воды много утекло про облака пока еще могу подожди подожди просто запомни а бем пи си фигурнов а вот да между прочим даже запоминать не надо я не помню издать издание какое второе или девятое вот уже на подкорке мозга по-моему точно вот прям так и есть саша клипер без слова и всем привет я работаю в aws у нас команды да я работаю сетевым инженером у нас команды делятся на дизайн диплоймент scaling operations и я работаю специфически в диплойменте моя работа заключается в построении системой инфраструктуры в новых дата центрах aws то есть я получаю грубо говоря здание дата центра в котором уже провели оптику провели электричество само собой и то есть все все физическое построение дата центра закончилось завозят ударейки и моя работа это грубо говоря их настроить и сдать то есть мой клиент это команды которые строят там те самые сервисы которыми после этого пользуется весь остальной мир сколько дата центров в месяц допускаешь я не уверен что я могу выдать эту информацию без проблем на шучу ну не сотни лет но и не один ухты ну ладно но они разного размера я так понимаю да потому что если говорить про microsoft такие большие которые и жир их по моему что-то около там 30 с копейками может быть чуть больше вот соответственно если ты больше одного в месяц запускаешь либо очень хорошо растете либо это не только те дата центре которые предоставляют AWS это те дата центры которые предоставляет AWS и на которых работает amazon.com то есть ритейловый сайт ну .com и все остальные страны тоже но да дата центры бывают разного размера и я говорю про дата центры сейчас я строю дата центры в существующих регионах да то есть в новых регионах это берет больше времени да я до этого я был в команде которая строит дата центры в новых регионах и там мы строили по сколько там два три четыре пять новых регионов в год и это не только я да как то так похоже да больше на правду вот такой вот размер да я сомневаюсь что у кого-то из нас тут есть сильное опережение другого очевидно скорости и так план у нас на сегодня такой сначала мы расскажем в целом про облака какие они бывают из чего состоят потом если получится про дата центровую фабрику немного и переключимся на оверлейную сеть немножко sdn способы доставки трафика и управление ими но собственно сейчас слово передаем лёше поскольку он сегодня главный докладчик тебе слово собственно да ну давайте начнем то есть на самом деле для меня всегда был вопрос что такое облако да вот когда ты находишься вне его и наверное это могу сформулировать сейчас так что это те услуги которые ты в общем можешь всегда построить сам но покупаешь у кого-то да почему потому что это быстрее потому что это дешевле безопаснее не знаю да вот у каждого это свое поэтому ну я думаю что очень много людей которых говоришь почему вы не пользуетесь облаками ли давать они говорят да мы сами все можем как правило да как правило всегда можете вопрос лишь в том если подходить с точки зрения времени сколько это займет с точки зрения денег может быть проще купить и потратить там 300 долларов в месяц чем мы строить это два года поэтому вот исходя из этого я и смотрю вот часто если говорить про облака то мы можем посмотреть какие сервисы это облака предоставляет и есть очень некоторые модели которые известны да вот там software as a service platform as a service и инфраструктуры the service что это собственно значит это значит что вы покупаете и то о чем вы не заботитесь вообще да то есть если вы покупаете инфраструктуру как сервис вы значит покупаете готовые подсети возможность развернуть виртуальные машины и не не париться о коммутаторах о маршрутизаторах и так далее если вы покупаете платформу вы покупаете например какую-то ну например апатч установленный или покупаете sharepoint или еще что-то так какой-то уже готовый настроенный продукт но на котором нету программы если же вы покупаете software as a service ну соответственно вы покупаете уже настроенную готовую программу как например офис 365 вот и это зависит от вас что вам нужно да вы можете как купить одно так другое так и то и другое зависимости от ваших потребностей для меня это всегда был вопрос и наверное это было одно из прозрений в облаках что я могу дальше сказать про облака собственно когда вы покупаете какую-то какой-то сервис этот сервис располагается обычно ну и всегда располагается в каком-то цоде и вот что александр говорил что у нас то есть этот эти цоды постоянно растут потому что все больше и больше людей начинает им пользоваться организации понимает что это такое и как этим можно пользоваться собственно в эжере насколько я помню что то порядка 30 регионов в которых она работает то есть вы когда подключаетесь к облаку вы можете выбрать в каком из регионов создается ваша инфраструктура есть есть публичные облака у microsoft это основное количество дата центров и есть несколько специфических регионов например там юс говермент в которой допускают столько компаний которые работают с правительством сша например china регион китайский в которой допускают столько компаний из китая и есть еще облака немецкая которая работает с по каким-то специфическим законам не физики о германии собственно ну то есть какие-то ограничения больше есть если двигаться дальше от содов то что можно рассказать про физическую инфраструктуру в каждый регион вот если вы подключитесь к облаку вы сможете создать любой сервис в каком-то из регионов регион это то место это тот город та страна в котором располагается дата центр как правило это может быть там от одного дата центра или нескольких дата центров которые располагаются в какой-то непосредственной близости так и может быть несколько дата центров которые располагаются в пределах нескольких сот километров собственно для чего это сделано для того чтобы можно было делать отказоустойчивость на уровне физической там на уровне катастрофы если что-то случилось с дата-центром то конечно никакой SLA тут уже не поможет но заказчик может предусмотреть этот вариант и развернуть свою инфраструктуру таким образом, чтобы она переехала в соседний дата-центр в этом же городе на расстоянии 200-300 километров как правило это хоть и тот же город но уже катастрофа совершенно по-другому чувствуется от уровня дата-центра можно перейти к уровню кластера то есть кластер это большое количество машин физических хостов которые управляются одним контроллером в Azure их порядка тысячи по-моему хостов в одном кластере, соответственно в дата-центре несколько кластеров и каждый кластер он обслужит какой-то определенный тип виртуальных машин ну например что это может быть например обычные виртуальные машины например виртуальные машины с графическими картами например виртуальные машины с какими-то ускоренными там сетевыми возможностями да, то есть и может быть там FPGA какой-то стоит то есть физически разное оборудование в разных кластерах ну или конечно может быть несколько кластеров если часто используемое оно может быть несколько одинаковых типов серверов дальше можно спуститься на уровень стойки то есть соответственно в каждом кластере может быть несколько стоек точнее не может быть а естественно есть и эти стойки несмотря на то что они в одном кластере они обязательно подключаются, распределяются между разными, между разной сетевой инфраструктурой, то есть разные фазы электричества, там, источники разные, естественно, каждая стойка, у нее свой топ-у-фрэк-свич. Стойки распределяются по разным залам там дата-центра для того, чтобы в случае отказа какого-то компонента на уровне, там, стойки или на уровне зала, в целом кластер, он продолжал работать, да, и контроллеры вот эти могли что-то сделать с проблемой на уровне стойки. Вот, соответственно, в каждой стойке располагается несколько хостов, на которых крутятся уже ваши виртуалки, ну и самый нижний уровень, это, соответственно, виртуальная машина. Вот, это, если говорить про физику на каком-то таком вот самом базовом уровне. Есть еще? Сейчас вопросы какие-то по этому поводу можно дать. Ну, небольшой вопрос задам. Регион и АЗ, клиент может сам выбирать, чтобы свой сервис поддерживать, работать по саудам. А вот насчет выпадения Тора, это чья проблема? То есть если у VM-заказчика находилась за Тором, который умер? Ну, во-первых, их несколько, да, то есть их, естественно, два. Поэтому это, собственно, не проблема заказчика, раз, если Тор упал, два. Если, например, ну, два Тора упало, да, такое тоже может быть, или там стойка отключилась от электричества. Соответственно, контроллер это видит. Он видит, что виртуалки вот в этом рэке перестали работать, он их просто перезапускает на других рэках. У меня еще есть парочку вопросиков. Ну, вот я как раз хотел спросить, сколько Торов в каждом рэке, а ты говоришь, два, да? Я могу предполагать. Тут я, видишь, меня... Я еще не был в дата-центрах, не могу тебе сказать, и так вот информации это не могу тебе сказать. Ну, то есть у меня просто... Я этого не видел. Но я полагаю, что это не меньше двух должно быть. Окей. Ну, хорошо. Тогда все остальные вопросы отпадают пока что. Ладно, поехали дальше. Дальше, ну, на уровне физики такой базовой, наверное, это все. Дальше, так как мы говорим сегодня про сеть и про инфраструктуру как сервис, не про службы какие-то, которых тоже целый... На самом деле, можно насыпать целый вагон, то инфраструктура и сеть начинаются с виртуальной сети. В терминологии Microsoft это VNet называется. Вот. Что это такое? Это изолированная часть сети, ну, грубо говоря, ваш виртуальный дата-центр. Когда вы его разворачиваете, вы в обязательном порядке указываете регион, в котором эта виртуальная сеть находится, указываете какой-то адрес space, то есть те адреса, ту подсеть, в которой она... которая работает в дата-центре. Ну и, соответственно, подсети, собственно, уже вот этой большой сети, вы можете разбивать вот вашу большую подсеть на несколько маленьких подсетей, ну, типа VLAN-ов, да? Вот, соответственно, есть одна специфическая сеть gateway subnet, которая используется для шлюзов. Специально в ней только имя, на самом деле. То есть ничего больше другого в ней нету специально, просто вот никаких специфических особенностей у нее нет. Вот. Но, тем не менее, это, наверное, нужно знать. Слушай, Алексей, а ты еще к железной фабрике вернешься, или мы ее миновали? Ну, давай, мы можем... У нас есть про это вопрос, во-первых. Во-вторых, мне кажется, мы не можем про него ничего не сказать, потому что не будет понимания того, как все-таки взаимодействие между физическими машинами и потом уже винетами происходит. Давай попробуем. Давай попробуем рассказать здесь. То есть так вот больше в слайдах нету, но я думаю, что как бы по вопросам как раз, может быть, сейчас время рассказать. По вопрос... Я помню, да, в чате у нас был про то, например, кто участвует в маршрутизации и как это происходит, да? Собственно, могу рассказать, что очень много функций сетевых работает на хостах непосредственно, на машинах, на Hyper-V хостах, на которых сами виртуалки крутятся. Ну, как, например, одна из частей load balancer на нем работает. На нем работает там, например, ограничения по сетевым, ну, то есть security группы ICL, да, на хостах работают. Ну, грубо говоря, есть такая концепция про то, что ядро CD должно быть как можно более тупое и как можно более быстрое. Вот, собственно, эта концепция здесь и работает. То есть топ-офф-рэк свечи, они коммутаторы, и все. Да, ну, там L3 коммутаторы. Вот. Весь остальной интеллект, это в основном на хостах. Хочется сказать, что действительно фабрика, она должна предоставлять базовую коннективность между физическими машинами. То есть, ну, если упростить совсем, то просто на IP, на чистой IP-маршетизации. А именно связь между винетами будет обеспечиваться за счет каких-то оверлейных технологий, за счет туннелирования трафика. Ну, да, так и есть на самом деле. Вот. А с точки зрения туннелирования, да, тоже вопрос был, на чем работает VXLAN или там что-то свое. Что-то свое. Называется NVGRE. Я не помню, как расшифровывается. Вот. Но это на самом деле RFC-шный стандарт тоже. И, грубо говоря, это родственник VXLAN. Вообще, ну, наверное, я могу вам тут сказать про фабрику и про все, как это работает. Если интересно заглянуть в детали, можно посмотреть, какие сетевые функции поддерживает, например, Windows Server 2016. Вот. Я, как бы, долгое время, пока не работал в Microsoft, читал, что где-то, начиная там с 2008 винды, вообще сетевой стейк вообще не меняется в Windows, да? Ну, там, как бы, поменяли стейк и все, и поехали дальше одно и то же. На самом деле, очень много меняется и очень много вещей, которые в Azure внедряются, они достаточно быстро появляются просто в продуктах, которые вы можете купить в Windows Server. И вот в 2016-м есть такая функция, называется Network Controller. И там практически все эти функции, про которые мы сейчас разговариваем, они есть. Другое дело, что, чтобы запустить их, да, ну, придется научиться пользоваться PowerShell, REST API, JSON и всем таким. но, в общем, оно все есть, оно все работает, поэтому и NVGRE, и, по-моему, VXLAN тоже поддерживается. Вот. Поэтому практически это не секрет, что, как работает Azure, да, просто посмотрите то, как работает Windows Server. Ну, в общем, инкапсуляцию в туннеле делает пост. Торы в этом никак не участвуют. Торы в этом никак не участвуют, да. У меня еще дающийся вопросик, а раутинг на хосте происходит? Ну, раутинг, да, да, происходит. То есть, раутинг между виртуалками, которые находятся в этой же подсети, конечно, происходит, да. Ну, то есть, в основном, вся маршрутизация, underlay, да, она происходит на хостах тоже. Но специфический, какой протокол, это мы уже слишком глубоко копаем, да? Я думаю, да. То есть, там много, где используется BGP, на самом деле, да, вот если говорить про то, какая маршрутизация, но какой протокол конкретно используется в Windows, ну, вот конкретно здесь, я тебе не подскажу. И я не исключаю такой возможности, что это там очень хорошо скоординированный статик. То, что ты называешь хорошо скоординированным статиком, это то, что весь мир называет SDN-ом. Ну, наверное, да. Вот. То есть, потому что, много вещей, которые не работают, ну, там не работают, например, да, вот в этих подсетях, просто из-за того, что это, ну, как бы приходится поддерживать масштаб, вот, соответственно, например, не работает Broadcast вообще. То есть, причем, если посмотреть, например, на тот же Windows Server, в нем это работает и можно включить или можно выключить. На уровне Azure это не работает. То есть, если вы создаете там виртуалку и в ней задаете какой-то IP-шник, который, про который не знает сам Azure, он у вас просто работать не будет. Ну, то есть, машина сама себя сможет пропинговать, а куда-то дальше трафик просто с нее не пойдет. Ну, и, соответственно, дальше, да, если мы говорим про виртуальные машины, если спуститься чуть ниже уровнем от Veneta, то у каждой машины может быть несколько сетевых карт. Каждая сетевая карта стандартно получает IP-адрес по DHCP от фабрики. Наверное, вот DHCP и ARP это те два протокола бродкастных, которые работают в Azure, но они работают не как бродкаст, а просто заглушки стоят. То есть, как только сетевая карта подает этот запрос, отправляет, он перехватывается хостом и, соответственно, IP-адреса или там MAC-адреса или они заменяются на те, которые нужно и отдаются в виртуальной машине. Соответственно, сразу из того, что может быть интересно тем, кто на самом деле привык к виртуалкам, ну, так как не работает бродкаст, мультикаст, не работают всякие вещи типа First-Hop Redundancy протокол. То есть, вы не можете, например, сделать две виртуальные машины, чтобы как-то они друг к другу передавали IP-адрес свой, да, или там, чтобы они использовали одинаковый ARP, ну, там, для каких-то вещей. То есть, каждый MAC-адрес, каждый IP-шник привязан к конкретной сетевой карте, к конкретной виртуальной машине. У меня еще есть вопросик, раз уж мы тут, в Azure есть сервис типа Vimotion, VMware, то есть, я могу просто взять виртуалку и перетащить ее из одного AZ в другой, например. А, живую, да, то есть, не выключая. Ну, знаешь, на самом деле, даже не особо важно, живая или не живая, а более, то, что мне более интересно, это весь сетевой стэк, то есть, грубо говоря, тот же IP-адрес оставить у машины, в другом AZ. Такое возможно? Ну, да, смотри, есть понятие региона, есть понятие availability zone, я про него чуть дальше расскажу, но давай здесь затронем. То есть, в одном есть регионы, которые поддерживают AZ, availability zones, и вот эта виртуальная сеть, она общая для всех трех регионов. То есть, и ты машину, ну, в принципе, да, ты ее можешь запустить в каком-то другом регионе. Для этого придется сделать там некоторые предварительные действия, но, да, это возможно. То есть, в другой регион нет, а вот внутри этого региона availability zone, да. Да, в другой регион, это понятно, почему нет. Можешь немножко рассказать о том, как это реализовано? Какой контроллер управляет? Кто в сети знает, где в данный момент находится тот или иной IP-шник? Я не могу сказать этого, не могу сказать, ну, просто потому, что настолько детально я не залезал в инфраструктуру Ажура, но, естественно, есть какая-то база данных IP-шников, да, и вот у каждого кластера есть, ну, какой-то контроллер, их несколько, ну, кластер, на самом деле, он находится в одном регионе, в одном availability zone, вот, соответственно, база данных этих IP-шников есть, она общая, и данные берутся оттуда, вот, ну, наверное, так вот я вообще скажу без каких-то деталей. Я просто спрашиваю, почему, потому что, если это действительно работает так, то это, это очень сильно усложняет раутинг в overlay, потому что, если у тебя есть, например, просто сабнет на az, то ты просто раутишь, между az ты просто раутишь сабнеты, но если ты можешь один и тот же IP-шник повторить в одном az и в другом az, то тогда ты уже раутишь не сабнеты, а, ну, хосты буквально, slash 32, и это взрывает просто абсолютно таблицу маршрутизации. Ты маршрутизируешь хосты, да, потому что сабнет, он может быть растянут на несколько виртуальных, на несколько az, то есть там, не знаю, точка 5 у тебя может быть в первом az, точка 6 может быть во втором az. Ну, вот мне поэтому интересно, как это работает, потому что это что-то, что очень сложно масштабировать. Ну, хорошо, если ты не знаешь настолько глубоко, то давай проедем. На самом деле масштабируется это примерно таким образом. Есть ограничение на количество айпишников в подсети. Насколько я помню, там 4000, что-то около того. Вот, соответственно, у тебя хост, когда ты будешь коммутировать, он, соответственно, знает, откуда, да, идет, ну, и по своей вот этой таблице он может посмотреть, куда отправить. Виртуалка не знает мак-адресов, никого, кроме себя. То есть, если ты, например, сделаешь какой-нибудь TCP-дам, тоже интересный момент, то фабрика всегда отвечает одним и тем же айпишникам на все, одним и тем же макам на все айпишники. Вот. Дальше уже, соответственно, где находится, на каком хосте находится данный конкретный другой айпи-адрес, это уже хост знает, и, соответственно, по L3 просто отправляет в сеть инкапсулированный пакет. Вот. Ну да, ограничения на подсети есть, и вот 4000 около того. Не 96, чуть меньше, но вот как-то так. Окей, хорошо. Поехали дальше. Мне главное, очень-очень нравится, что клипер всегда спрашивает, а потом хитро молчит. NDA, батенька. Нет, не чтобы сказать, а как у него. Но вот я хотел спросить, потому что он все равно скажет, что NDA. Нет, ну я могу сказать, что в Амазоне я не могу взять виртуалку и перетащить ее вместе со всем ее сетевым стеком в другой availability zone. Именно из-за этого. Ну, это ответ, в принципе, на вопрос. А у меня кажется, слушай, что раз такую функциональность не реализовали, возможно, она и не особо затребована. Ой, нет, она очень как раз-таки затребована, потому что это то, как выглядят физические дата-центры у фирм, да, то есть сейчас, когда ты строишь сеть для какого-нибудь интерпрайза, это практически везде тебя требует, чтобы у тебя айпишники гуляли по дата-центрам абсолютно свободно, чтобы это было прозрачно. Как бы да, но вот я сколько смотрю, то есть айпишники, они, конечно, могут гулять, но я бы не сказал, что это прям приветствуется, да, то есть у тебя есть машина, и если ты хочешь high-available сервис, а не машину, то ты создаешь две машины, да, две виртуалки, соответственно, у них разные айпишники. Я согласен. Касаемо того, что айпишники гуляли по дата-центрам, на самом деле, это, во-первых, очень зависит от того, как IT умеет договариваться, разговаривать с бизнесом и понимать, что бизнесу вообще надо, потому что, как правило, бизнесу нужно не айпишник, а именно тот самый ха. А второй момент, это возникает из-за всякого специфического софта, которому нужна связанность только исключительно по L2 и более никак, и это решается, там, допустим, VXLAN и всем прочим, но не нужно при этом, не знаю, маршрутизировать subnet на весь шарик, то есть, ну, если что, держать один subnet на весь шарик, ну, как бы, это очень редко встречается, чтобы прям такое именно было нужно. Ну, на весь шарик, я согласен, не надо, но если ты работаешь в интерпрайсе, в которой, скажем, ну, есть два-три дата-центра в одной стране, это очень даже популярно, в кавычках. Как бы отказываете своим клиентам. Да, потому что, в конце концов, упирается все в то, что программисты ленивые, и очень много чего у них захардкодено просто в коде. Это, во всем случае, те отговорки, с которыми сталкивался я. Вот я и говорю, это зависит, и это начинается с того, как IT умеет разговаривать с бизнесом и договариваться с бизнесом. Да, я согласен. Если Greenfield и все пишется с нуля, то, да, тогда никакого L2 между дата-центрами. Ну, подождите, ленивые программисты, L2 между дата-центрами, всем нам грозят все проклятым IPv6, которым без DNS как бы будет делать нечего. И все-таки связанность вот на уровне машин, на уровне приложений уйдет с чистых IP-шников на именно имена машин. Тут я тебя разочарую, потому что, допустим, я не раз и не два сталкивался, когда приложение один раз резолвит IP-шник при своем старте, то есть, да, у тебя Endpoint зашит DNS, и все хорошо. Приложение один раз резолвит IP-шник, и все. То есть, и потом это все привязывается на IP, если у тебя машинка переедет куда-то, у нее отстоянется тоже DNS именно, у тебя все сломается, тебе нужно будет рестартовать приложение. Ну, слушай, понятное дело, что это, знаешь, не то, что все, бросили IP-шники и начали работать с DNS прямо сейчас, да, но это реально светлое будущее. Ну, надеюсь. Это светлое будущее, которое очень-очень светлое, но настолько же далекое. Ну, давайте я вам расскажу, как это можно сделать в Azure. Прямо на следующий слайд и разговор про load balancer. Слушай, подожди, пока мы не перейдем к load balancer, хотел спросить про как у вас реализован этот виртуальный свитч какой-то стоит на выходе в реальный мир, который делает инкапсуляцию. То есть, делается это программно по умолчанию. Инкапсуляции, ну, вот смотри, то есть, инкапсуляции, декапсуляции много делается на хосте, да, соответственно, и внешние IP-шники тоже, но, естественно, внутри фабрики они гуляют внутри NGRE. Это понятно. Я имею в виду, что это делается программно, но вот смартник, это какая-то умная штука, которая позволяет делать инкапсуляцию в железе. Правильно я понимаю? Да, да, ну, то есть, это на уровне хоста эти сетевухи, которые, да, очень много вещей там делают на уровне железа, не только инкапсуляцию, декапсуляцию, это, например, там, проверка аксесс-листов, да, по поводу того, как это на границе сети, я не могу тебе сказать, я не знаю. Тут даже не идея, я просто не знаю. А смартник, это по умолчанию опция для, точнее, опция, это по умолчанию возможность для клиента или ее нужно там отдельно покупать? Нет, это не для клиента, это хост. Ну, я понимаю. это возможность, да, ну, как бы, клиенту все равно, есть смартник или нет, да, то есть, ему предоставляется какие-то функционал, там, скорость, скорость сети, там, какие-то диски, скорость дисков и процессор на время и память. И ему, на самом деле, все равно, как оно реализовано. Поэтому есть некоторые там машины, в которых обязательно там очень-очень быстрая сеть, например. и там, я думаю, что есть этот смартник. Но, насколько я помню... Я спрашиваю, чтобы попасть на такую машину, клиент должен какую-то отдельную заявочку сделать и отдельно занести. Выбрать тип машины, да, то есть, если ты хочешь гарантированную производительность, например, ну, гарантированную это какие-то задержки или ну, минимальные, тогда, да, ты выбираешь тип машины, в которой это предусмотрено. Но, насколько я помню, вот, я не слышал, чтобы делились эти смартники, где-то есть, где-то нет. Я думаю, что просто это с апгрейдами железа, они просто появляются везде. А еще один вопросик. Физическая скорость портов на хостах, она какая? Ну, топовая, скажем, на сегодняшний день? На хостах не знаю, но, я думаю, что, слушай, мы по-моему, 8 предоставляем на виртуалке. 8 гиг в секунду? Да. Вот, поэтому, очевидно, на хостах должно быть больше. Ну, и тут, конечно, зависит от того, какая виртуалка, может быть, она просто одна будет крутиться на этом хосте, да, в зависимости от цены. Но, конечно, хост должен иметь возможность отработать все виртуалки с той скоростью, которую обещают. Ну, да, звучит логично, да. 8 гигов на виртуалку это 10 чистых гигов на порту. Ну, да. С overheadами, со всеми. Хорошо. Поехали дальше, да? Угу. Про load balancer. Собственно, когда мы говорим про виртуальную машину в облаке, это, ну, операционка, которая предоставляет, на которой работает программа. но, как правило, клиенту не нужно все-таки, чтобы у него работала виртуальная машина, а ему нужно получать какой-то сервис. Вот. И для того, чтобы его легко масштабировать можно было, нужно создать там несколько виртуальных машин, есть возможность создать несколько виртуальных машин, которые предоставляют один и тот же сервис. Ну, самый типовый пример какой-нибудь веб-сайт, да, у которого на бэкэнде, например, 10 апачи, 10 висов, неважно. И перед всеми этими виртуальными машинами можно поставить load balancer, который будет распределять этот трафик между виртуальной машиной. То есть трафик, приходящий на один и тот же порт, не знаю, TCP 443, он будет распределяться по всем машинам. Соответственно, этот load balancer, он имеет свой IP-адрес внешний, если это внешний load balancer, или, кстати, он может иметь внутренний load balancer, вот вопрос по поводу перемещения машин. Если у нас внутренний load balancer, он имеет один IP-шник, и он может иметь этот IP-шник во всех сразу подсетях. Соответственно, можно, если мы направим поток не на IP-адрес виртуалки, а на IP-адрес load balancer, то он может распределяться на несколько виртуалок в разных availability-зонах. Вот. Соответственно, есть фронт-энд IP-адреса load balancer, есть несколько бэк-энд виртуальных машин, на которые он перенаправляет трафик. Есть правило, соответственно, какой порт на какую группу машин перенаправлять, и есть пробы, то есть это балансер проверяет, работает ли виртуальная машина или не работает. Соответственно, нужно на нее трафик перегонять или нет. Причем пробы настраиваются самим клиентом, и это тоже очень интересный момент, который для меня был неожиданностью, то, что у тебя виртуальная машина может работать прекрасно, но если ты отключаешь например пробу, то трафик на нее перестает ходить. И таким образом, причем перестает ходить только новый трафик. Тот трафик, который был, то есть установлено TCP соединение, оно будет продолжать приходить на эту машину, пока не закончится TCP соединение. Соответственно, таким образом можно потихоньку распределять нагрузку, добавляя новые машины. И можно достаточно аккуратно убирать трафик с виртуалок, если например ее почему-то нужно поставить апдейт и перезагрузить. То есть можно лотбалансеру сказать, что хост не живой, он будет продолжать туда отправлять потоки данных, те, которые были, а новые уже будет распределять на другие машины. И соответственно, когда данные закончатся, виртуалка может принять решение сама перезагрузиться, например, так. А что используется в качестве лотбалансеров? Это отдельный большой вопрос. Я вкратце могу сказать, что это не аппаратное решение, это софтовое решение, трехкомпонентное. Часть это аппаратные маршрутизаторы, просто которые маршрутизируют трафик, исходящий из снаружи, да, то есть просто ECO cost multipass она отправляет на несколько лотбалансеров. Сам лотбалансер это, ну, по-моему, это железная машина все-таки, но она, ее задача не, как бы, не маршрутизировать трафик туда и обратно, а ее задача захешировать из списка всех живых машин, она создает на основе списка всех машин и адреса источника и получателя, она создает куда, выбирает тот хост, который, на который пойдет трафик и отправляет инкапсулированный пакет туда. В обратную сторону же трафик идет просто напрямую в маршрутизатор, минуя лотбалансер. Ты говоришь, что это решение все-таки аппаратное, то есть лотбалансер железный. Ну, то есть это, ну, имеется в виду железный, то есть это софт на не виртуальная машина, это софт на одной из, на одном из серверов, или точнее не на одном из серверов, а на каком-то количестве. Окей, то есть это свой какой-то проприетарный софт, который бегает на bare metal, не брендовый, не там F5 какой-нибудь. Нет, нет, и на самом деле это интересно, ну, если поискать, можно найти, как он устроен, я, потому что больше информации по поводу того, как устроен load balancer, нашел в открытых источниках, а не в закрытых майкрософтовских, именно как майкрософтовский устроен, и там одна из частей, которые нашел, это поищите в документации на network controller на Windows Server 2016, то есть это Windows сервер, на котором крутится, ну, грубо говоря, просто одна из фич софтвера load balancer. Понятно, спасибо. Да, почему так было сделано, то есть есть документ, в котором расписаны причины, в основном потому что вот такая трехсекционная, грубо говоря, распределение, оно позволяет не возвращать трафик обратно на load balancer и вот он не является тем узким местом, которому приходится прокачивать очень много трафика в обратную сторону. Извините, я прослушал, а третья секция это что? Маршрутизатор, load balancer и сам хост, то есть хост, на котором крутится виртуалка. Соответственно, хост декапсулирует и отправляет на виртуалку, получает обратно ответ, инкапсулирует и отправляет уже мимо load balancer. Ну, соответственно, он дальше в маршрутизаторах просто декапсулируется, но там уже все понятно, какой ответ, от кого и как. Но в входящем направлении все равно трафик продолжает через load balancer идти. Да, всегда. Еще один такой вопросик. Ты сказал, что инкапсуляция в NVGR идет на хосте, а декапсуляция идет где? То есть вторая сторона этого тоннеля, она на чем? Ну, вот тут я тебе не могу сказать. Этот, собственно, вопрос про эдши, про декапсуляцию, который был уже, на который я не смог ответить. Ну, очевидно, что-то есть. То есть вот могу только так сказать. Наверное, пропустил. Хорошо. Да. Пардон. А вот этот health checker, который шлет пробы на бэкэнды, он часть самого load balancer или запускается как-то отдельно? Конечно, это составляет часть load balancer. То есть тут я не совсем, наверное, понимаю вопрос. То есть он, естественно, часть load balancer, это не отдельная какая-то софтина, но без него просто это работать не будет. А если говорить про ответчик, который на виртуальной машине, да, находится, или вот это вопрос был? Ну, скорее является ли он неотъемлемой частью load balancer или это просто отдельный процесс, который запущен рядом? Как бы это является неотъемлемой частью. Я, правда, не совсем понимаю, в чем вопрос. То есть давай так, с точки зрения виртуалки что происходит? Это должен быть открытый порт. Да, открытый порт или там открытый HTTP. сервис, который может отдавать либо там 200-й код, когда все хорошо, либо не 200-й код, когда все плохо. Вот. И, соответственно, load balancer будет проверять раз в какое-то время вот этот порт, это соединение и отвечать, принимать решение, надо на машину трафик гнать дальше или нет. С точки зрения load balancer, ну, это его составная часть. Как она внутри устроена там сильно глубоко, не могу сказать. Очень частый вопрос, да, опять же, вот у меня как работающая в техподдержке, почему вот у нас там обещали гигабит, а качается всего там 5 мегабит, да, ну, или там 10 мегабит. естественно, мы всегда проверяем в несколько потоков соединения, да, там, в 10, 100, ну, в зависимости от того, сколько у клиента какой трафик ему обещали, какую производительность, вот, запускаем утилиту, которая качает в несколько потоков, потому что в один поток как раз из-за вот ограничения там TCP окон, из-за еще чего-то, оно, как правило, не работает с такой скоростью. 8 гигабит, не знаю, наверное, там, на таких скоростях обычно уже все-таки у нас используется аппаратный проброс, ну, проброс в аппаратную сетевую карточку и, соответственно, уже не, ну, SR-IOV, да, вот, технология, когда пробрасываем мимо гипервизора непосредственно в сетевую карту, там уже разбирается. Не знаю, этот ли вопрос был или нет. Так, лот балансер, пойдем дальше и расскажу про availability set, что это такое. Когда, когда я рассказывал про физическую сеть, да, я рассказывал, что несколько рэков есть, которые подключены к разным фидерам питания, к разным сетям, ну, к разным, там, грубо говоря, кускам сети. Соответственно, вы можете, создавая availability set, распределять виртуальные машины по нескольким рекам в обязательном порядке. То есть, это контроллер будет следить за тем, чтобы они были на разных хостах, на разных стойках. Соответственно, проблемы с какой-то стойкой, они не будут касаться всего сервиса целиком. И тут как бы сразу возникает вопрос понятия update domain и failure domain. Домен обновления, да, то есть мы обещаем, что виртуальная машина будет, ну, точнее, вот сервис виртуальных машин будет там доступен 99-95% в ну вот в течение месяца. То есть, это время простое порядка 21 минуты в месяц. То, которое мы не время простое мы гарантируем, вот, а наоборот время беспростойной работы, вот. Но так как нам нужно ну, обновлять иногда аппаратную часть хостов, да, там какие-то прошивки, какие-то ну, бывают, да, какие-то вещи, которые нужно сделать, вот, то распределяя машины в разные апдейт-домены, мы гарантируем то, что они не будут одновременно, например, отключены от сети или перезагружены. Ну, надо понимать, что апдейт-домен это про обновление хоста, а не про обновление там софта на виртуальной машине. Софтом на виртуальной машине ну, разбирается владелец виртуальной машины, в данном случае. Вот. Про фейл-домен это, соответственно, про эти реки, да, то есть апдейт-домен это про то, как мы будем обновлять и про плановые какие-то перезагрузки. Фейл-домен это про внеплановые перезагрузки, когда что-то сломалось. Вот. И, соответственно, это разные реки, разные питания, холод и все такое. Да, вопросик. Сколько таких, ну, скажем, апдейт-доменов на дата-центре, грубо говоря? Апдейт-доменов вот для availability set их, по-моему, пять, а фейлы доменов, по-моему, три. Я больше спрашиваю о том, то есть это же, когда вы, когда Microsoft объявляет, что вы не будете ронять определенное количество хостов больше, чем на 21 минуту в месяц. Да. Вы сами же как-то должны управлять, вы сами должны знать в каждый данный момент, какие машины вам можно опустить. Конечно, да. Вот как, я поэтому спрашиваю, сколько у вас наборов машин, то есть какого размера бетч машин, которые вы апдейтите в каждый данный момент? Смотри, на самом деле вопрос про фейлор-домен, да, ну, фейлор-домен это то, сколько может непреднамеренно сломаться, их три, ну, грубо говоря, там, три зала с холодом, три разных фидера, три там чего-то. Вот. Про апдейт-домен вот здесь их для клиента это отдается пять для availability сета, а для scale-сета их, по-моему, 20, если я не ошибаюсь. Вот. Ну, соответственно, я думаю, что это уже вопрос к более низкому уровню, да, тех ребят, которые занимаются апдейтами, просто они смотрят, чтобы конкретно тебя не задело все твои пять доменов, ну, точнее, один задело, а четыре остальных осталось. То есть, если у тебя, например, 200 машин развернуто в availability сете, и у тебя пять доменов, то, соответственно, у тебя 40 машин одновременно могут упасть, а 160 останутся работать. Правильно я посчитал? Да, это-то понятно. Я спрашиваю просто потому, что как раз те ребята, которые накатывают эти апдейты, им же, они же не видят клиентов, они видят просто набор машин в дата-центре. Они видят все-таки availability сет, они могут его вытащить из настроек клиента. Поэтому они клиента могут и не видеть, да, ну, то есть, они не знают в каком конкретно availability сете он находится, но я думаю, что это как-то решается на уровне передачи данных, что вот эти, сначала вот эти, ну, просто планируем, да, сначала вот эти хосты, потом вот эти. Ну, то есть, даже если, например, не знаю, по 10 хостов будет обновляться, просто они выбирают, какие 10 хостов одновременно можно перезагрузить, вот, но так, чтобы это не задело одного и того же клиента. Ну, вот мне просто очень слабо верится, что это происходит в таких масштабах, да, там, не по 10 хостов апдейтится, потому что хостов в дата-центре же сколько? Конечно, конечно, не по 10. Тысячи, десятки тысяч? Да. То есть, это не может быть тот масштаб, которым мыслят люди, которые распространяют апдейты на хосты. Должна быть какая-то система между ними, которая говорит, вот сейчас вот можно уронить вот эти вот хосты. И вот я, это то, что я спрашивал, вот сколько таких наборов? Ну, там, три или пять, ты сказал, да, я так понимаю, что... Ну, пять это наборы, которые отдаются клиенту. Ну, то есть, ты когда создаешь availability set машины, ты, грубо говоря, при запуске, она в какой-то из этих доменов попадает. Ну, как бы она там живет до выключения виртуальной машины. Тут, кстати, вот такой момент, и возможно, что тот хост, на который будет развернута виртуалка, уже он выбран при старте машины. Может быть, этот ответ на твой вопрос, да? Угу. Вот, поэтому вполне возможно, что там, например, каждый первый юнит в стойке, потом каждый второй юнит, потом там до сорокового дойдем, и, собственно, вот у нас 40 апдейт доменов, например. Ну, тут я могу только предполагать. Угу, понятно. Вот. Я думаю, что дальше тут... Ну, вот еще, наверное, такой момент, который я могу рассказать здесь, ну, как, как сетевикам, да? У каждой виртуальной машины, каждая виртуальная машина имеет доступ к двум специальным айпишникам, которые, собственно, находятся, буквально на хосте. Один из айпишников, который, тот, который предоставляет услуги, там, DNS, DHCP и еще нескольких услуг, там, с него, например, пингу, не пингу, это делает проба load balancer. Вот. И, соответственно, где бы ты ни увидишь, сетевой сервис, ну, вот, который предоставляет Azure, будет этот айпишник. Айпишник 168, 63, 129, 16. То есть, можно его там поискать в поисковике и найдешь целую кучу информации про него. Второй айпишник есть тоже 169, 254, 169, 254. Вот. Это тот айпишник, который может виртуальной машине рассказать ей про себя же, да, то есть, мета-информацию. Там, какое у нее имя, какое там, по-моему, время запуска, еще что-то. Самое важное, что я могу здесь сказать, ну, вот, что мне было интересно узнать, это то, что можно сделать специальный запрос и узнать, когда эта машина будет перезагружена планово. То есть, если будет, например, апдейт хоста какой-то, то машина об этом может узнать за достаточно длительное время до. И, соответственно, например, когда подходит время, там за 15 минут, она может начать там отключать клиентов, планово говорить, выходите, переходите, и там, более того, когда, например, все клиенты с нее уйдут, она может дать разрешение перезагрузиться хосту. Вот, ну, соответственно, если там несколько виртуалок на нем живут, то каждая из них должна это сделать. Вот такой вот интересный момент. Вот это действительно интересно. то есть вы, под вы, я подразумеваю, да, заранее говорите клиенту, что вот в такой-то день, в такое-то время у него 100% упадет виртуалка? Да. В хорошем мире вы живете. Я тоже так хочу. Не, подожди. То есть это проплановое мы говорим, да? То есть понятное дело, что если у хоста там глючит сетевуха, и мы снимаем с него нагрузку экстренно, то, понятное дело, никто никому ничего не скажет. Я понимаю, я понимаю. Просто я говорю, потому что в Амазоне в AWS это не так. Если ничего экстренного не происходит, мы никогда не опускаем виртуалку клиенту. Не, подожди. Например, ситуация, ну, ничего экстренного, это что такое экстренное, да? То есть, например, апдейт хоста. Это операция плановая, которая происходит там раз в полгода, например. То есть, это экстренно или нет? Это в общем не экстренно, но клиент может об этом знать. Если есть какая-то экстренная причина проапгрейдить хост, то да. Если какой-нибудь vulnerability там жесткий нашелся, или что-нибудь типа того, тогда да. Но планово апдейтить хост никто не будет. Но подожди, подожди, это же все равно плановое мероприятие экстренно проапгрейдить хост. То есть, у тебя их 10 тысяч хостов или там 100 тысяч хостов. Понятное дело, но это значит, что я не могу в каждый момент зайти на виртуалку и проверить, когда она будет перезагружена. Потому что это будет сделано экстренно. То есть, я заранее узнаю, может быть, я не знаю, за день, за два. Да. Может быть, даже меньше. И, по-моему, там что-то около получаса или часа. Подождите, объясните все-таки ту помощь и с админом. Зачем глушить виртуалку, если ее можно увезти на соседний хост, и делай ты с ним что хочешь. Если можно, то можно. Ну, то есть, во-первых, у нас нету сервиса именно уводы виртуалки, то есть, Live Migration не работает. Да ладно. То есть, HyperVis 100 лет умеет делать Live Migration, а Azure не умеет? Да. Что-то это звучит как-то странно. У нас та же история, кстати. Это не отдается как услуга, да, то есть, конечно, хост тот же самый, но не умеет. А почему? Не могу тебе сказать. ну просто, по-моему, живая миграция виртуалок, это какой-то такой вообще базовый функционал? Ну, как бы нет. Ну, то есть, я так понимаю, что достаточно много там каких-то ограничений, например, если виртуалка это будет очень интенсивно работать с памятью, ты ее просто никогда не перенесешь на другой хост. Вот. А если она не очень интенсивно работает с памятью, ну, может быть, ты не заметишь, что она переехала. Ну, да. Я от тебя могу добавить, что да, этот процесс на самом деле совсем-совсем непростой, и виси с админы просто очень избалованы. Нет, подожди, никто не говорит, что он простой, я говорю о том, что он есть, ну, блин. Ну, ты понимаешь, смотри, смотри, такая ситуация, то есть, процесс-то есть, только ты не можешь его обещать, да? Ты можешь попытаться? Ты можешь попытаться, но у тебя может не получиться, и тогда, если ты кастомеру говоришь, что у нас не работает, тогда ты попытаешься, он об этом не узнает, и все хорошо переедет. А ты можешь сказать, у нас это работает, и тогда уже совсем другая история. Поэтому, как сервис, мы его не предоставляем. Работает оно внутри или нет, я не знаю. Вот, но нет, как сервис этого нет. Грубо говоря, это попытка заставить клиентов строить свои сервисы в условиях таких, что мы сейчас выключим вашу виртуалку в любой момент. сорян. Да, имейте в виду, что любая ваша виртуалка может в любой момент упасть. И строите ваш сервис соответственно. На самом деле, да, я сейчас много книжек там вот прям пытаюсь читать про там сайт RealAbility, да, вот книжка гугловская, и там говорится, что если вы, ну, как бы дома строите сервис таким образом, что он точно никогда не должен упасть, то в облаках вы строите сервис в таком виде, что он точно упадет. Ну, не сервис, а конкретные запчасти сервиса. И строите его так, чтобы это не сказалось на всем сервисе. Подождите, подождите. Облака, когда начинались, на каждом углу каждый дурачок орал, что они жутко стабильные, в облака надо идти именно потому, что в них никогда ничего не падает. Что у вас железо в вашей серверной оно упадет, а облака будут работать. Ну, смотри, SLA 99, SLA 95, это 21 минута в месяц. Да? Это как бы обещание, под которое подписываются. Не все могут так подписаться у себя в дата-центре. Правда? Ну, правда, но у себя в дата-центре ты не положишь виртуалку, чтобы хост обновить. Это другая правда. у тебя может виртуалка упасть, потому что свет выключили, на OPS кончилась там батарейка. Можно я вклинюсь? Долго молчал. Смотрите, в самом начале Алексей сказал как раз такую тему, что сервис, который располагается, допустим, в данном случае в публичном облаке, да, он должен быть каким-то образом разнесен на несколько нот, на несколько нот. и в случаем падение хоста 1, там что-то происходит, какой-то процесс, скрипт, не знаю, там какой-то там пингер, все что угодно, трек, да, и там запускается, там, у нас есть общая такая логическая структура и общая логическая, да, и есть вот эти ноты, да, вот, для клиента, возможно, будет какой-то там минимальный там лаг в сети и этим все закончится. А по поводу, вот, всеми давно понятному, там, в эмоушену, да, там это удобно, действительно. Я вот до себя добавлю, вот, допустим, ЦАП законогруженный с терабайтом памяти, да, вот эта виртуалка, она адски долго едет и лаги, конечно, неимоверные, поэтому надо проще запустить, проще ее стопнуть и перенести, но, опять же, это делать тоже непросто, она останавливается минут 40, потом поднимается минут 40, поэтому... Ну, к таким виртуалкам возникает вопрос, а точно ли надо ее делать виртуалкой? Надо. Смотри, то есть я не знаю, конечно, как устроен САП внутри, да, но, может быть, тебе стоит сделать не одну машину с терабайтом памяти, а там, три машины по, там, 500 мегабайт, 500 гигабайт памяти, да, и, соответственно, у тебя будет и отказоустойчивость, и, там, какой-то, ну, меньше нагрузка, и она у тебя масштабироваться будет лучше, ты сможешь еще пяток добавить таких случаев необходимости. Машина, естественно, не одна, их, по-моему, шесть. Ну, просто если их шесть, то ты одну можешь выключить, да, ну, планово можешь выключить. Могу. Вот, и, собственно, и тут примерно то же самое. Мамонт, по поводу, там, того, что каждый дурачок кричал, там же, понимаешь, они же кричали со звездочкой, у тебя облако никогда не падает целиком, и, насколько я помню, у того же АВС, и, там, скорее всего, Azure и так далее, есть приписка, что если вы хотите, чтобы ваше приложение было отказоустойчивое, вы должны его располагать, там, минимум, в старки-то регионах, там, минимум, с таким-то количеством, то есть, у тебя просто облако, оно дает возможность действительно построить отказоустойчивое приложение, потому что облако не падает целиком, но ты должен приложить к этому усилие, и построить, ну, инсталляцию, которая будет это использовать, то есть, а не то, что у тебя вот машинка магическим образом смигрирует куда-то еще при фейле. Замечательно, замечательно, подожди, подожди, ты мне тогда объясни, нафига мне лезть в эти облака, если я могу притащить свой сервак, поставить его там в арендный датик, и быть счастливым? Один. Да хоть десять. Саш, смотри, какой момент, вот у тебя работает хост, на нем виртуалка, ну, где-то там, у тебя есть виртуалка, да, и она должна каким-то магическим образом ездить, да, но это в штатном режиме, да, она в штатном режиме поехала, а тут хост, вот по питанию упал, она не поедет уже никуда, уже сама инфраструктура, сама, сама идеология, она уже неправильная, понимаешь? Тебе должно быть децентрализовано, да, там, в одном облаке, но по нескольким там сотникам, каким-то образом, по кусочкам собираться в единую личную систему. Да, потому... это, собственно, с чего все начиналось, да, что ты можешь сделать то же самое, что в облаках, только в облаках это уже из-за сервис, и в том числе там распределение по регионам, не знаю, запуск из одного шаблона в разные регионы, там, что-нибудь такое, вот, ты можешь то же самое сделать у себя в серверной на своем ESXi, просто вопрос во времени и деньгах, которые ты потратишь. Ну, в общем, да. Ну, и не в одном все-таки ESXi, а в трех дата-центрах, да? Ну, я говорю, что это все то же самое, что ты можешь сделать сам, вопрос, сколько денег и времени на это уйдет. Это правда, да. Вот помните, когда-то давным, давно, когда только начинали преподавать IPv6, рассказывали, что в IPv6 весь трафик шифруется. Там есть нюанс. Это сказки, это сказки примерно того же разлива. Там примерно на определенном этапе тот самый маст превратился в шут, и все, на этом все закончилось. Но даже тогда, когда это был маст, все равно нужно было произвести какие-то телодвижения, чтобы это произошло. Ну да, ну да. Вот так же и со 100% оптаймом облаков. Наверное, да. То есть, даже, ну, дата-центр, он жив, но все равно там что-то происходит всегда, да. И если ты просто, понятно дело, что мы стараемся делать так, чтобы ничего не падало, чтобы хосты там не перезагружать раз в какое-то время, в длительное время. Ну, на самом деле, давай еще одну вещь скажу про апгрейд хостов. Очень часто, когда можно сделать апдейт, не перезагружая хост и не выключая виртуалку, это делается так. То есть, замораживаются виртуалки, производится обновление софта, и там через 15 секунд виртуалка оживает и продолжает жить дальше. Или, например, она просто видит, что у нее потерялась сеть, прошло обновление, сеть появилась через 15 секунд и все продолжает работать. То есть, машина даже не перезагружается. То есть, это один из тех вещей, которые мы тоже делаем сейчас. А если мы сейчас уже про АЗ, правильно говорим? Ну, нет, это не про АЗ еще, это просто про хосты и про availability set, на самом деле. Хорошо, тогда позже задам вопрос. Да, ну, давай тогда можно, наверное, переключиться на availability zone. Вот. Собственно, это дата-центры, availability zones, дата-центры, разнесенные на несколько сот километров друг от друга. У них общий сабнет, ну, то есть, клиент может получить общий сабнет, но при этом физически машины будут распределены по нескольким регионам. Вот. почему они распределены на несколько сот километров? Насколько я понимаю, тут ограничения больше в сторидже, потому что некоторые виртуалки, там, например, какой-нибудь кластер нужно кворум собрать из трех зон, и у них, они куда-то должны писать, и, соответственно, эти данные должны раскидываться за определенный промежуток времени по всем availability zone. Соответственно, вот это ограничение в сотни километров, оно больше из latency storage, чем из чего-то другого. Вот. А так, в общем, выглядит это все одинаково, и три их, ну, собственно, потому что тоже должен быть кворум. Если один дата-центр упал физически полностью, то два других увидят, что упал третий, ну, и как-то его отстрелят, и будут, соответственно, делать те необходимые действия для того, чтобы как-то эту проблему обойти. Вот, соответственно, на каждом, на каждой из зон есть независимые свои контроллеры, все сетевое оборудование, туда приходит независимый интернет друг от друга, и вот, как бы, наверное, это очень просто здесь вот рассказать. Если говорить про, давайте я вам расскажу в availability зоны немножко про сеть, да, так как мы все-таки про сеть разговариваем. Есть такая услуга, load balancer, у нас есть load balancer, который может быть распределен по всем трем этим зонам. Вот, и, соответственно, в каждой из регионов он может отдавать одни и те же IP-шники из всех регионов, из всех вот этих availability зон. Соответственно, трафик приходит в любую из зон и попадает на виртуальную машину, ну, соответственно, на которую он должен попасть в соответствии с правилами. И сервис в случае необходимости он может даже в случае пропадания какого-то полностью дата-центра с помощью вот этого IP-anycast приходить на любые, на две остальные availability зоны. Соответственно, перерывы в обслуживании, ну, понятное дело, с поправкой на схождение вот этих всех BGP в общем не будет. Вопросик. А, AZ целый. Падал когда-нибудь такое случилось? Я не помню такого. Ну, я тут работаю полгода, я не помню, чтобы это было. Ну, тут, конечно, интересный вопрос. Например, ну, я там читаю иногда книжки, да, там, про то, как Netflix работает, которая там раз в месяц роняет специально один из своих дата-центров или Facebook так иногда делает, просто чтобы проверить, что все работает. Ну, мы, к сожалению, так не можем попробовать. Сейчас Яндекс должен в голос загордиться. Что тоже так делают? Ну, да. Марат, у вас же там типа боевые учения и все такое. так и есть. Ну, видишь, да, тут на самом деле так как мы инфраструктуру предоставляем, мы не можем поучиться на клиентах так делать. Вот, я думаю, что там не боевые учения проходят и что-то так делают, да, с инфраструктурой, ну, на какой-то тестовой, но вот я не помню, чтобы падала одна из зон полностью. Самое время задать вопрос из табличек, наверное, между AZ в пол толеранса он обеспечивается только за счет для клиентов, только за счет лоудбалансеров? За счет лоудбалансеров точно, он обеспечивается, потому что IPшники, вот он как бы отдает все IPшники, ну, свой IPшник во всех трех зонах, если ты так настроишь. Машина не будет переезжать с большой вероятностью из одной availability зоны в другую, то есть если ты, тут я не совсем в этом силен, там, будет ли она сама переезжать в случае там падения всей зоны? Скорее нет, вот, но то, что отдается лоудбензерам, то да, может быть, если есть какие-то там вариант смасштабировать другие виртуалки создать, ну, может быть, да, либо этот диск подключить в другой зоне к другому серверу, там, к кластеру, то так можно. Ну, то есть, соответственно, сторидж тоже, он должен масштабироваться и, ну, не масштабироваться, а происходит отказоустойчивость на уровне сториджа тоже. Ну, то есть сторидж, он, скорее всего, просто реплицируется. Да, он реплицируется, вне зависимости от того, что клиент делает или не делает. В зависимости, как клиент закажет. Да, то есть клиент может заказать, а, ну, Ну, клиент может заказать сторож, который валутайл, который токен на хосте. Да, он не на хосте, нет, на хосте он не может заказать, он в любом случае на хранилке будет, но будет ли эта хранилка реплицироваться в другие AZ или нет, он может заказать. От этого зависит, например, время подтверждения его операции, то есть у него может быть чуть медленнее, оно там среплицировалось точно в другую availability зону, либо там чуть быстрее, но просто потом скопируется там асинхронно. Но для клиента это просто галочка, я так понимаю, да? Да, да, да. Ну, галочка и деньги. Ну, само собой, деньги подразумеваются во всем этом. Кстати, если вбить в Google Azure фейл, то нормально так, падал. Не прям, конечно, целиком, но отдельными зонами падал. Не хочу говорить регулярно, но нормально так, история есть. Слушай, ну я вот за мои полгода я не помню такого, да? В сентябре последний случай. Там не зона падала, там дата-центр весь падал, и в нем не было зон, в нем не было, он не зоновый был. Черт. Это было, в сентябре было очень весело в это время, да. Ну, скажи, что ли. Проблема там была какая-то с тем, что то ли молния ударила куда-то в какой-то там большой холодильник, то ли что, ну, то есть там был какой-то смерч-ураган-торнадо, ну, вот что-то такое, то есть и по большому счету они и выйти-то не могли ничего сделать. Что-то там было с холодильниками и, ну, и, собственно, да. И, по-моему, отключилось по теплу. Да, и упал, если я правильно помню, Office 365. Это я не помню, то есть... Да, то есть не Azure, а один из сервисов, который сама Microsoft предоставляет. Ну, это не было моим, да, то есть поэтому я не знаю. Ну, и, наверное, я не буду ничего больше про это говорить. Ну, на самом деле, да, то есть это были там веселые пару дней, такое было. Но это все-таки не availability zone, это был дата-центр полностью упал. Как бы даже если у тебя упадет availability zone, да, все равно, понятное дело, клиенты начинают звонить очень много, потому что, ну, они же видят, что что-то происходит, что что-то упало, и несмотря на то, что там у них сервис сохраняется, если они правильно его спроектировали, все равно это заметно. Все равно это все видят. Поэтому да, бывает иногда такое. А, и еще одно уточнение. В одном изи может быть несколько дата-центров, да? Скорее да, скорее да. Ну, то есть они, может быть, просто рядышком будут находиться, да, и у них не будет вот этой отказоустойчивости на уровне всего. Не знаю, у них от одной электростанции они питаются, например, да, или у них по той же оптике приходит интернет, например. То есть это не availability zone, а так, да, я думаю, да. Ну, забавно, с падения просто начал гуглить про фейлы и нашел, что 9 августа 2011 года, точнее, ну, в августе 2011 года, в Амазон также попала молния, трансформаторы и вырубила датик. Чей? Амазоновский. Амазоновский? Ну, просто, скорее всего, сервис был построен не очень правильно, потому что падение дата-центра, это, я не хочу сказать, что это штатное что-то, но это что-то, что не должно повлиять на те сервисы, которые предоставляет сама контора, которая держит эти дата-центры, будь то Microsoft или Amazon. То есть про сервис, да, я не могу сказать. То есть, наверное, что-то было, да, и, может быть, что-то, как всегда, на том, что упало, должны потом исправить. Как это, хорошо или плохо, или, ну, наверное, где-то что-то не досмотрели. Падение дата-центра реально не должно ничего затрагивать, кроме этого дата-центра. Тут это, в общем, понятно, да. И не такой уж я хейтер, потому что то же самое происходило и с Amazon, просто чуть менее заметно. Да, когда ты предоставляешь все-таки сервис, по идее, сервис падать не должен. И это то, про что говорится в облаках во всех, у тебя упал дата-центр, сервис не упал, да. Если он вдруг упал, ну, значит, значит, наверное, ты что-то не предусмотрел, что-то не доделал. Ну, это правда, да. Так, поехали дальше. Scale Set — это тоже одна из вещей. Возможность масштабировать какое-то количество виртуальных машин автоматически. То есть, если, когда вы создаете виртуалку или создаете из нескольких виртуальных машин Availability Set, вы делаете это, скорее всего, вручную, да, там, поставили машину, накатили на нее что-то, и она работает, ну, и как-то настроили. Scale Set — это, в общем, на уровне фабрики это тот же самый Availability Set. Однако, с точки зрения системы управления, он немножко по-другому работает. Развертывание виртуалок, оно происходит полностью в автоматическом режиме. Ну, то есть, ты задаешь виртуалку, ну, то есть, какая операционная система поставить, какие сториджи подключить, какой скрипт выполнить на старте, инициализации, большой при большой. И после этого говоришь, и сделай мне 250 таких виртуалок. Вот, или до 1000 виртуалок. Соответственно, она разворачивается, масштабируется сама одним и тем же скриптом. Как она это сделает, что там у тебя внутри, ты уже, как клиент, делаешь сам, разбираешься. Вот. Соответственно, с точки зрения Ажура, что он может сделать, это он может следить за какими-то метриками и делать автоматическое масштабирование вот этого scale set. Ну, например, может смотреть на загрузку процессора общую, то есть, например, общая нагрузка процессора по всем виртуалкам, например, если больше, например, 80%, значит, мы добавим еще 10% таких же виртуалок, развернем. Если меньше 50%, например, мы уберем 10% виртуальных машин. И, соответственно, вот таким образом можно масштабировать очень-очень легко в больших объемах. Вот. Соответственно, весь этот scale set может распределяться по нескольким availability зонам. Вот. И также ему будет не страшен вот это вот падение сервиса на какой-то конкретный, какого-то конкретного availability зона. Вот. Кстати, использовать ли... Вот у меня на картинке есть load balancer, но совсем не обязательно его использовать, если он не нужен, да. То есть, у тебя эти виртуалки могут использоваться как, ну, грубо говоря, как сервера, к которым подключаются клиенты для распределения нагрузки, так они могут быть и, например, наоборот, клиентами, которые будут что-то делать. Ну, не знаю, например, обрабатывать поток уходящих там каких-то сообщений из очереди, да, или, не знаю, рендерить мультик какой-нибудь. То есть, ты говоришь, вот задача, сделай мне мультик и все. И, собственно, она смасштабируется, отрендерит, выключится, да, и в зависимости от того, как тебе это нужно сделать. Вот. Что интересно тут про scale set? Кроме автоматического масштабирования по нагрузке или по длине очереди там какой-то, да, можно масштабировать его по расписанию. Например, он может включаться, ну, с одной виртуалки масштабируется до 20, например, в начале рабочего дня, в конце рабочего дня масштабируется обратно сам. Это для чего нужно? Для того, чтобы вот этот не организовывать все-таки пробку, когда все приходят на работу. То есть, перед началом рабочего дня ты его включаешь, ну, после окончания рабочего дня, я думаю, что он сам может масштабироваться вниз. Или, например, перед какой-нибудь Черной Пятницей, да, вот тебя, ты знаешь, что у тебя нагрузка вырастет там в три раза, и ты это предусмотрел, и делаешь это заранее, а не в тот момент, когда нагрузка выросла в три раза, и когда ты объявил о продаже билетов, например, каких-то. Чем предопределяется ограничение до 1000 VM-ов? Тут не могу тебе сказать. Что-то в архитектуре. Вот так вот. То есть, возможно, load balancer, возможно, еще что-то. Не могу тебе сказать совершенно. Ну, это, скорее, это, если вот кто-то бы из ребят был по виртуальной машине, может быть, они бы сказали тебе вот этот момент. Ну, я, к сожалению, не могу так сказать. И еще один вопрос. Своё правило для масштабирования, оно, ну, то, что ты сказал, это то, что оно базируется на каких-то параметрах существующих виртуалок или по времени. А он может учитывать какой-нибудь внешний параметр? Да. То есть, ну, это отдельный сервис, там, в Azure Automation, да, можно сделать. То есть, грубо говоря, с точки зрения скейлсета, это будет ручное масштабирование. Вот. Но с точки зрения скрипта, который, например, будет у тебя ежеминутно отслеживать какой-то параметр, агрегатный на всех виртуалках? Или, например, не знаю, количество документов, которые нужно распознать на диске, да, лежит у тебя, например, на их 500 тысяч. Ну, соответственно, он смасштабируется, соответственно. Или фаза луны, например. Ну, окей, понятно. Или фаза луны, да. Ну, кстати, по поводу фазы луны, есть возможность в Azure делать скейлсеты с низкой, ну, с низким SLA. То есть, мы не обещаем, что они будут работать, но за это там берем раза в два или в три меньше денег за него. Да, то есть, скорее, следуй за луной, follow the moon. То есть, у тебя в часы наименьшей нагрузки этот скейлсет, он может вырасти, но о том, что он, например, будет выключаться, какая-то часть виртуальных машин или все, мы предупреждаем за 15 секунд. То есть, ну, все, мы выключаем. В AWS это называется Spot Instances. Да, есть такое. Поехали дальше. Network Security Group. На самом деле, что это? Обычный SEO, который проверяет, можно ли к хосту, к виртуальной машине подключиться или нельзя. Соответственно, он работает по, может проверять правила TCP, UDP и ICMP и, в общем, больше ничего. То есть, никаких там IP-секов, ESP или еще чего-то такого ты не можешь туда пробросить, виртуалку. Вот, но TCP, UDP можешь. Соответственно, он Stateful. То есть, если мы открыли какой-то поток и разрешили, то в обратную сторону открывать не обязательно. И он для вот этого конкретного потока, он открыт. Вот. Ну и Security Group можно назначить на как на виртуальную машину, так и на подсеть, и на то и на другое тоже можно одновременно убрать. Соответственно, оно будет работать таким образом. Я думаю, что это достаточно просто, да, и не должно быть вопросов. Дальше. VPN Gateway. Это как раз из тех вопросов, которые были у нас в вопросах, да. И, собственно, грех про это не рассказать. То есть, сама виртуальная сеть, она как бы не вещь в себе, и нужно ее как-то подключать. Один из вариантов – это к машине или к load balancer подключить публичный IP-шник и иметь доступ к публичным адресам. Второй вариант – это можно подключить вот эту вот виртуальную сеть через IP-sec к своему домашнему, ну, к локальной сети предприятия. Вот. Соответственно, для того, чтобы это сделать, работает VPN Gateway, и это не что иное, как обычная виртуальная машина. Вот. Это тоже вопрос был у нас в чате. То есть, естественно, их две, потому что нужно сделать отказоустойчивость. Они находятся в availability сете, естественно, разнесенные по двум разным нодам, по двум разным рэкам, вот, и спрятаны за load balancer. Как они могут работать? То есть, работать через IP-sec, PSK, при ShedKey, и они могут работать в двух режимах. Да, то есть, первый режим – это когда вот две вот этих машины, одна работает активной, вторая – пассивной, ну, грубо говоря, Active Standby. Вот. Либо вариант с Active-Active. Соответственно, вы настраиваете либо один туннель, например, своего устройства локально, либо два, до VPN-шлюза. Опять же, два этих устройства нужно как раз на случай, если нужно будет произвести какую-то операцию с VPN-шлюзом, с хостом, или, например, будет какой-то сбой. Соответственно, вторая машина перехватит его работу. То есть, это стандартная ситуация, всегда две машины, и в случае недоступности где-то в течение, там, 30-60 секунд переключается на вторую, если у нас нету Active-Active. Если у нас Active-Active, и, соответственно, BGP, ну, вот, в зависимости от того, как BGP увидит неработу и, там, отстрелятся туннели, собственно, трафик перемашетизируется на другую машину. Тут есть какие-то вопросы? VPN-гейтвей as a service, который Azure предоставляет. Да, да, да. При этом у клиента остается возможность запустить какой-нибудь виртуальный апплайенс у себя самостоятельно. В Ажуре запустить виртуальный свой VPN-гейтвей, да, есть у него возможность такая, да, я про это тоже чуть попозже расскажу. А еще такой момент. Вы поддерживаете, то есть, в убийстве автономки в качестве клиента? Вот, смотри, в данном случае здесь, по-моему, нет, но это приватные автономки, да, в любом случае они будут. Почему? Потому что вот ОВС такая же история, что они рекомендуют стыковаться с приватной автономкой со стороны клиента и не поддерживают ASN32. У меня вопрос, почему? То есть, ASN32 тоже есть приватные, и вот почему нет. Слушай, я не могу тебе сказать. По-моему, в документации я где-то видел, какие нельзя использовать ASN, и, по-моему, там были 32-битные. Поэтому можно посмотреть. Может быть, и да, может быть, и можно. Саша, может, ты скажешь? Потому что я говорю, что это возможно просто какое-то техническое ограничение. Честно говоря, я не знаю. Я думаю, что это... Да, это я сейчас гадаю. Абсолютно. Я думаю, что это обусловлено просто старым оборудованием в некоторых местах. И пока его не заменят на что-нибудь другое, не будут объявлять поддержку 32-битных. Просто хотят, наверное, чтобы это было сделано глобально по всей сети. Но... А у вас VPN gateway — это же железно? Нет, это виртуально. Нет, а жюри я понял об Амазоне. Подожди. А, мы говорим именно про VPN? Про BGP на VPN gateway? Окей. Я думаю, мы говорим про Direct Connect. Тогда не знаю вообще. Да, и с Direct Connect там все проще. И там стыкуй как хочешь. А вот именно когда... Именно VPN gateway для присоединения VPC к сети предприятия. То есть BGP позволяет только... Причем со стороны Амазона можно ставить серое SN32, а вот со стороны клиента нет. Вот только используйте приватные AS-ки, там 65 тысяч, и все. И вот SN32 приватную ставить. Я этого не знал. Честно говоря, не знаю, почему нельзя. Слушай, ну вот про Azure я смотрю документацию. Что написано? Можно ли я буду использовать 32-битный ASN? Нет. А какие ASN я не могу использовать? 2, 3, 4, 5, 6, там еще, еще. И 4 миллиона 294. Короче, грубо говоря, и 32-битный ASN какой-то я не могу использовать. То есть, возможно, что уже можно. Да, возможно, что уже можно. Я не знаю, является ли это существенным каким-то ограничением в данном случае. Да, просто я сам, когда мы цепляли Амазон, я на это наткнулся. У нас как раз используется активно серое SN32. Ну, просто так случилось. Так случилось. Вот. И вот, собственно, вопрос из этого и возник. Не могу сказать. Да. Ну, возможно, вот по документации нет. Но по второй документации, по второму вопросу, почему-то нельзя использовать 32-битный конкретный номер. Очень интересно. Не было еще вопросов. Заведи кейс. Давай я тебе расскажу. Так, ну и здесь, наверное, и все, да? Правый PNLTWay. Про директную номер тысячу расскажешь. Слушай, я его выкинул из нашего разговора, на самом деле, да? То есть, есть у нас штука, называется ExpressRoute, которая тоже позволяет физически подключать по выделенным каналам к Ажуру. Ну, там на скорости, там вот, чуть ли не до 100 гигабит вот я увидел, последние новости видел, там на Ignite рассказывали. Ну, десятков можно. 10 гигабит можно подключать просто. Вот. Я думаю, что не знаю, много ли можно рассказывать сейчас. Да, можно. Тоже, да, можно. BGP можно там. И можно подключаться как к приватным сетям. Это один из VRF-ов тебе прилетит с приватными твоими сетями. Второй, ты можешь подключиться к публичным IP-шникам Microsoft. И, соответственно, получать какие-то сервисы через ExpressRoute от Microsoft по выделенному каналу. Вот тот же самый Office 365 или доступ к публичным адресам своих виртуалок напрямую. А вот это все ручная история, когда делается ExpressRoute, именно настройка маршрутизатора? В Microsoft тебе обращаться не нужно за настройкой. Ты это делаешь через портал или даже каким-то скриптом. И плюс ты должен, конечно же, с каким-то провайдером договориться о том, что они тебе тоже это прокинут. Ну, насколько я видел, у многих провайдеров это тоже через личный кабинет делается чуть ли не автоматически. То есть ты говоришь, вот я из этой точки присутствия Microsoft к себе хочу прокинуть вот в таком-то виде. И, соответственно, дайте мне два VRF еще дополнительных. И все. Может быть, даже это можно делать, не вставая со стула. Дальше. Можно соединить два винета друг с другом. Либо их можно соединить с помощью, грубо говоря, команды. Ты говоришь, давай соединим две виртуальных сети. И они просто начинают между ними ходить трафик. Да, вот они превращаются в одну виртуальную сеть, грубо говоря. Либо второй вариант, как ты можешь это сделать. Это старый вариант, который раньше использовался, но и сейчас он работает. Это используя VPN-соединение. То есть ты настраиваешь два шлюза VPN. И более короткой командой, чем настройка IPsec, ты соединяешь эти два винета друг с другом через VPN, через IPsec. Такой вопрос, да, тоже звучал у нас. Например, шифруется ли трафик в трафик между сетями в винете? Нет, не шифруется. Ну, то есть если ты передаешь между своими сетями, то он как есть, так и есть. Нет никакого шифрования. Возможно, что где-то между дата-центрами он и делается как какой-нибудь Macsec или еще что-то. Ну, нам про это тоже неизвестно, и я про это не знаю. То есть, ну, между нодами он никак не шифруется. Про это как бы просто никто ничего не говорит. Нет и нет. Соответственно, если ты между двумя винетами, ну, он тоже напрямую бегает. Если же ты делаешь через VPN-гейтвей, то, естественно, это будет маршрутизироваться. Естественно, это будет шифрованный трафик. Вот. И второй такой, да, вопрос по тому, как внутри Ажура, ну, то есть внутри виртуальной сети, бывают такие ситуации, когда нужно понять, как это работает. Ну, грубо говоря, когда мы настраиваем маршрутизацию между, например, винетом, между VPN-гейтвеем, между ExpressRoute-гейтвеем, клиентами, это все работает на уровне BGP. Да, то есть, соответственно, VPN-гейтвей с самой фабрикой, по крайней мере, есть кнопки, которые можно выключить, да, и там, например, маршруты перестают отдаваться фабрику из VPN-гейтвея в какие-то конкретные виртуальные сети. И там придется их настраивать, например, статикой. Или, например, на VPN-гейтвей ты можешь с клиентом, ты можешь его включить, BGP можешь выключить, но на фабрику он в любом случае прилетает как BGP. Вот, я, по-моему, этот вопрос тоже был где-то, да, у нас в списке. Вот, есть здесь какие-то вопросы или можно дальше? Поехали дальше. Кстати, пока не ушли, там в чатике был вопрос про то, что имеет ли VPN-гейтвей к EV2 с сертификатами. Только PSK. То есть, если мы говорим про сайт-то-сайт, то есть шлюз к шлюзу, да, то только PSK. Если клиент подключается, то есть он может как Point-to-Site работать, то там по умолчанию он работает как с сертификатами, ну, там самые подписанные сертификаты, да, вот, либо он может работать как клиент-радиус, по-моему, радиус сервера, вот, и, соответственно, там уже как ты настроишь сертификаты там или еще что-то. Так, дальше. Если вам вдруг по какой-то причине не нравится VPN-гейтвей, майкрософтовский, который вы предоставляете как сервис, то можно сделать свой. Про это мы там говорили в начале. Это обычная виртуалка. Называется в Azure как NVA, Network Virtual Appliance. И, соответственно, просто виртуалка, которая исполняет, выполняет сетевые функции. Что там внутри? Ну, Azure неинтересно, да? То есть это Cisco, iOS там, или FortiGate, или еще кто-то, неважно. Или ты просто Linux поднял, это тоже можно сделать. Или винда маршрутизировать может вполне прекрасно. Тоже нужно понимать с SLM, что если ты ожидаешь, чтобы оно работало не первым, тебе нужно их развернуть две и спрятать за лоудбалансером. Но чтобы на него трафик пошел, на эту виртуальную машину, по умолчанию он, собственно, на него и не будет заворачиваться, на эту виртуалку. Чтобы трафик пошел, нужно определить User-Defined Routes. И эти User-Defined Routes, они навешиваются на сабнет в виртуальной сети. Соответственно, ты можешь переопределить. Ну, то есть не все маршруты, а какие-то, какие тебе интересны. Например, трафик между конкретными двумя подсетями ты можешь заворачивать через свой appliance. Или, например, не знаю, трафик до, например, до своих локальных сетей через Cisco, которая умеет DMVPN, например, в ажуре. Тоже можно таким образом завернуть. Вот. Соответственно, вот как на картинке, если кто видит слайды, там нарисованы две сети front-end и back-end сабнет, и они общаются через этот network virtual appliance, что он делает? Ну, это как бы не наша забота. Не забота Azure. Соответственно, вопрос был тоже в чатике в Azure Firewall, Azure VPN Gateway, по-моему, еще какой-то сервис, Application Gateway, это виртуалки. Вот. Тоже точно такие же виртуалки, которые, в общем, вы можете построить сами, но доступны как сервис. То есть вы не фильтруете, да, то есть User Defined Route, потому что, допустим, некоторые, я знаю, облака, они очень подозрительно относятся, когда трафик идет не через Default Gateway, вот, объявляют это спуфингом и так далее, и блокируют. У вас с этим проблем нет. Ну, ты же конкретно задаешь, что вот User Defined Route, такие-то маршруты на этот шлюз идут. Ну, да, если как-то они придут по-другому, то они просто не придут туда. А это из панельки настраивается, или это нужно на виртуалке, ну, отдельно к каждой виртуалке применять? То есть это отдельно настраивается на весь, условно, на всех сразу, или пермашин? Ну, UDR, вот этот User Defined Route, это объект, который ты можешь наложить на сабнет. Соответственно, все машины, которые в этом сабнете находятся, они получат вот эту таблицу маршрутизации обновленную. он налет туда получит, то есть там для этого ничего не нужно перезапускать? Да, ничего не нужно делать. Вот, ну, соответственно, сама эта виртуалка, на ней должны быть включены функции маршрутизации или еще что-то, да, иначе просто на нее трафик приходить будет, а она с ним ничего сделать и не сможет. Ну, и так вот, на самом деле, я плавно-плавно подошел, наверное, к концу сетевого, ну, к концу рассказа, да, то есть есть еще один слайд про то, как управлять Azure, но он больше такой, там, надо поговорить про то, что есть несколько интерфейсов разных в Azure. Портал, это тот, который, ну, наверное, с которого надо начинать. То, чем пользуется обычно, когда ты начинаешь им пользоваться, есть возможность автоматизации через PowerShell, либо ты можешь сделать через CLI, но, как бы, настоящие крутые пацаны делают это через REST API и через шаблоны. То есть, что это? Ты можешь JSON создать шаблон, как тебе хочется, чтобы выглядело, да, то есть, тут одно еще из больших отличий облаков от, наверное, того, что ты обычно привыкли делать, это, там, грубо говоря, PowerShell и CLI и вот то, что ты делаешь вручную, это ты делаешь какую-то последовательность шагов. С помощью же шаблона ты можешь заказать какую-то конфигурацию и сказать, сделай мне хорошо, сделай мне так, как оно должно быть. Вот, и неважно, какие шаги будут сделаны для того, чтобы это произошло. То есть, она либо скажет да, сейчас сделаю и там через какое-то время завершится диплоем и скажет такие, либо скажет, что у тебя ошибка в шаблоне и, ну, ничего не сделает. Вот, то есть, например, ты можешь заказать в шаблоне вот этот скейлсет, про который мы говорили, да, то есть, не создавать его, а сказать, ну, сделай мне скейлсет, там, виртуальную сеть, скейлсет в нем, создай мне виртуальные шлюзы, шаблоны и скормить его. Потом подправить чуть-чуть этот шаблон, еще раз его скормить и вот это вот контроллер, он применит изменения к тому, что у тебя есть. И, собственно, вот это одно из больших отличий от того, что обычно привыкли делать сами вручную, потому что на самом деле один раз настроить и ты можешь реплицировать свою конфигурацию сколько угодно раз куда хочешь и как хочешь. В общем, шаблон это оркестратор, который тебе позволяет дата-центр или вообще SaaS запустить в один клик. Ну, да. Я правильно понял, что шаблоны это как бы часть растапи, то есть это JSON потом в растапи тоже засунуть? Или это какой-то альтернативный? Да, на самом деле да, и вообще все остальные вот эти методы, они тоже используют растапи. То есть ты делаешь на PowerShell, он создает шаблон с одной строчкой и говорит сделаем не так. Потом следующую, следующую, следующую команду. То есть все они обращаются через REST API к одному и тому же бэкэнду. Тогда вопросы из табличек, если ни у кого других нету. Один вопрос, который мы никак не осветили, это есть ли защита от DDoS и опциональная она или обязательно? Есть защита от DDoS, она есть по умолчанию и есть как бы специально для тебя. Для меня? То есть по умолчанию она просто включена, ну и там какие-то, если видно, что там Ажур атакует, то какой-то трафик уходит просто на грубо говоря анти-DDoS если говорить про защиту, которую ты можешь включить сам, ты можешь включить сам и она уже начинает изучать шаблоны поведения твоего сервиса и соответственно уже может конкретно под тебя подстраиваться и ты можешь каким-то образом настраивать там включать, выключать, да, то есть она может например изучить твое поведение в черную пятницу и отстрелить клиентов твоих, ну я условно говорю, но ты можешь вот эти моменты какие-то там настраивать, ну то есть есть и то и другое и по умолчанию она есть. Любопытный вопрос про то, как вообще Ажур работает в Китае, это под другим брендом отдельная инсталляция? Отдельная инсталляция, два дата-центра с китайским каким-то провайдером, ну и все, то есть он не публичный, ну то есть с точки зрения Ажура, ты вот подключившись сюда в портал, ты не можешь создать виртуалку там. Ну видимо это ответ на второй вопрос, может ли Винет работать между Китаем и другими странами? Между Китаем и другими странами, ну вот скорее как оно в Китае заведено, так и будет работать. Китайский АВС отключен от всех остальных, прям вот, прям вообще отключен. Ну вот, вот та же самая история, да, то есть мы знаем, что он есть, я его никогда не видел, вот ни из порталов, ни из каких утилит, так что да, как-то так, он есть, но никто не знает, где он. Вот, но так же, как например и US Government, да, то есть есть такое отдельное облако для правительства, ровно по тем же правилам, то есть у меня к нему доступа нету никакими утилитами, только вот вполне конкретные люди в США, конкретные инженеры, которым разрешено туда доступ, они туда имеют возможность там помогать клиентам, я нет. Еще один вопрос, но он уже совсем отвлеченный, даже не знаю по адресу ли он сейчас, есть сертификация по клауду у вендоров, имеет ли она смысл? Слушай, ну, тут сложно пока, ну, я не знаю, то есть я могу в общем за сертификацию что-то сказать, да, про клауд, кому как, то есть для меня сертификация это больше не, ну, как бы для меня это две вещи, да, что такое сертификация, это проход каких-то фильтров в HR, вот, которые просто не берут без сертификата, и, наверное, это какие-то общие моменты, которые было бы неплохо знать, вот ты когда готовишься к экзамену, ты просто понимаешь, что вот это, вот это, вот это, ну, у тебя какой-то кругозор расширяется, я думаю, что не больше, все равно в любом случае все это с опытом, ну, и у меня пока нет сертификатов по Ажуру, внешних, да, вот тех, которые там признаны, внутренние, конечно, мы делаем сертификации, но это, как бы, отдельная история, они ни про что, не это, ну, то есть они не котируются наружу, и я не могу про них ничего сказать. Ну, я как обладатель GNCIA Cloud могу сказать, что жизнь у меня после него не поменялась, кроме того, что мне пришлось выучить дохрена Juniper-специфик вещей, их платформ, которые мне никогда в жизни не пригодятся, скорее всего, ну, то есть, как бы, не считаю время потерянным зря, но и пользы от этого я пока не получил. Ну, я думаю, что это все-таки расширение кругозора, да, за твои же деньги. Офель на LinkedIn не обнови, не тупи. Думаешь, сразу посыпется? Вот и расскажешь. Ну, есть сказочные истории, что да, обновил CCIE и все хорошо. И сразу меня все американцы позвали, да? Да-да-да-да-да. Вообще-то неплохо, да. Ну, вот видишь, обладатели говорят. Это кто CCIE, а тут что-то там Cloud. Еще и A Ассоцией. Вот у меня есть AWS CISOPS. Я его сдавал, сказать, что он был очень полезен, я пока что не могу, потому что, как минимум, я пока не работаю в фирме, где мне эти знания понадобились бы, что я знаю, звучит немножко иронично, но я от него ожидал больше, чем получил. Не могу сказать, что он совсем бесполезный для меня был, но... Ожидал в смысле знаний или в смысле профита? Не, профита я особо пока что и не ожидал. В смысле контента я ожидал просто чего-то другого. Добро пожаловать в мир ненужных сертификаций. Да. Я, как обычно, получил знания, если хочешь сделать вот так, это делается вот так. Никакой подноготный сервисов вообще. Ну, про внутренний, наверное, ты ничего и не узнаешь из экзаменов, как всегда, да? Из этих подготовки. Для меня это реально расширение кругозора всегда. Что можно сделать? Даже не как это можно сделать, а что можно сделать. как все это сделать, ты забываешь буквально там сразу же, если ты этим не пользуешься. А если пользуешься, ну, тоже, ты это как это сделать, ты это узнаешь из опыта и без экзамена. В общем, утвердительного ответа на то, что сдавать надо, скорее, нет чем есть. Кто-то знает майкрософтовские экзамены, которые надо сдавать? Ну, не только майкрософские, я так понимаю, клауд-то сейчас у всех практически появляется. Ладно, давайте тогда напоследок последний вопрос, типичный кейс техподдержки Ажура, это что, у меня пинг не пингуется или все-таки подумать надо? Для меня это зависит в основном от уровня клиента. Да, то есть, как правило, если клиент новичок, то, конечно, это типичный кейс, это почему мой IP-сек не заработал и оказывается, что он там поиска не тот поставил или там подсети не тебе прописал где-то. То есть, это, в общем, такой достаточно типичный вопрос, как это использовать. Если клиенты давно пользуются и такие тоже прилетают, где-то это там все-таки зависит от того, насколько они. Бывают кейсы, там вот были моменты, что типа, вот у меня разворачивается кластер на 500 виртуалок, а на 1000 не разворачивается. Что делать? Вот. То есть, нормальный кейс? Ну, я думаю, да. Ну, с одной стороны, да, а с другой стороны, чем ты помочь-то можешь? Ну, как бы, в смысле, это вот у тебя платформа, это блокирует по каким-то причинам, да? То есть, это, то есть, скейлсет, у тебя просто галочку ставишь, мне 500, работает, ставишь мне 1000, не работает. Ну, так я имею в виду, ты же не пойдешь платформу переписывать, правильно? Но если ты обещаешь 1000, ты все-таки, значит, у тебя платформа должна 1000 сделать. О, кайф. Поэтому, поэтому, собственно, ну, переписывать не идешь, но идешь и разбираешься. Ну, я бы сказал, что во многом это много сейчас того, что просто не очень хорошо знакомо. Долетел вопрос про сертификацию. У тебя были сертификаты Microsoft до того, как ты туда устроился? Да, но по Windows серверу, то есть у меня MCSE есть, по-моему, по 2008, что ли. Помогли? Когда так? Ну, я говорю, они в основном помогают проходить фильтры HR, то есть там они смотрят на HeadHunter, MCSE, CCNA, CCNP, все, берем, ну, то есть проходишь дальше. Нету, не проходишь дальше. Я думаю, что в основном так. Ну, и я когда-то получал их под партнера, там они нужны просто потому что. Так что есть. Так, вопрос про Microsoft, наверное, мы как-нибудь уже в другой раз обсудим. Так, давай я зачитаю, а потом я еще в личке, наверное, спишусь. Вопрос, почему пакеты не пролазят на стороне Azure больше, чем 1460? Пролетают до пакета так. 1460 TCP MSS, или, то есть TCP пакеты, или все-таки... Дословно прочитал. Но если дупликейт это так, то, по-видимому, TCP. Не, ну, скорее всего, если это через VPN, то, соответственно, IPsec, да, и overhead вот этот вот нужно смотреть. Если это внутри, то должны летать, либо смотрите все-таки TCP пакеты, которые как раз на 40 байт меньше. Публичный. Ну, ребят, я предлагаю вам списаться, наверное, в личке, чтобы не траблшутить в прямом эфире. Мы все-таки не Дима Фигури. Я думаю, что даже можно попробовать, там, если это Azure, создайте кейс и там попросите его там зарулить на меня, и можем просто... Ну, либо написать мне, а я его там подхвачу, этот кейс, и можно будет так попробовать сделать и поговорить по-русски хорошо. Вот. Кстати, вот из того, что я могу сказать, то есть у нас сейчас тут собрали у нас небольшую команду поддержки Azure по сети, по виртуалкам у нас есть ребята, по аутентификации. Достаточно много. Удивительно, что их больше всего, потому что это, видать, самая сложная тема. Ну, вот у нас есть ребята, которые помогают работать с аутентификацией и по платформе The Service. То есть, в принципе, потихонечку на нас сейчас начинают эти кейсы заворачивать российские, поэтому иногда клиенты приятно удивляются, что с ними по-русски говорят, и это там помогает общению. К вам только русскоязычных клиентов направляют, или вы глобально работаете? Мы глобально работаем, но с приоритетом на русскоязычных. То есть, если у нас вдруг сегодня нету ни одного кейса и некому помогать, то очередь с этим, ну, там всегда есть что взять. То есть, английский разговорный, письменный у вас must? Must have, да. Ну, собственно, может быть, это был один из фильтров на входе, потому что просто у меня там два или три собеседования было просто на английском. Ну, кроме первого, когда меня спросили, ты владеешь английским? Да. Ну, окей, давай, переключаемся на технику всяких адвайзеров. Так что, как-то так. Английский must have. А про процесс собеседования ты можешь хоть пару слов сказать? Или это под NDA? Конкретно как? То есть, у меня было... Я бы не сказал, что нет, у меня нет NDA по этому поводу. Я ничего не подписывал. То есть, я общался с HR-ом, потом общался с технарем, с технарями, то есть, меня спрашивали, да, какие-то вопросы, потом с менеджером. Ну, и все. Есть еще какие-то вопросы? Более конкретные? Спроси. Ну, если я правильно понимаю, то ты работаешь в поддержке именно сетей, да? Да, я работаю в Azure в поддержке сетей. Угу. И что по сетям спрашивали? Хотя бы, ну, хай-левел, какие темы? Слушай, я уже не помню. Я помню точно, что BGP было в каком-то таком, на самом деле, очень простом варианте. Наверное, ну, про всякие TCP, IP, UDP, чем отличаются, там, ну, то есть, я бы сказал, что достаточно простой вопрос был, ну, простые вопросы, не знаю, может, я, конечно, их уже там слишком стар, чтобы их считать сложнее, но не сказал бы, что сильно сложно все было. Ну, вот, например, не знаю, один из вопросов по BGP может быть неожиданный, он спросил, на каком он уровне работает, да? на L3, на L4, на L2, собственно, вопрос из тех, что, наверное, как бы, мне пришлось ответить, что он работает там на уровне L3 с точки зрения маршрутизации, да, на уровне L4 с точки зрения соединения там между двумя пирами BGP-шными. Ну, то есть, вот, это один из вопросов, который мне запомнился, вот, но я бы не сказал, что что-то было сильно сложнее, просто, возможно, что вот какая-то масса была вопросов, которые показывали, что я знаю, что я не знаю. И тут где-то у товарища Иннокентия взорвался мозг. Забавно, на самом деле. А что-нибудь кроме сети еще спрашивали? Ты знаешь, я не помню, это уже, ну, это было давно, уже почти неправда, вот, поэтому не могу тебе сказать, я просто не помню. То есть, наверное, про виртуализацию что-то было просто, но вот это не было каких-то сильно, не было каких-то сильно сложно много вопросов. Понятно. Спасибо. У меня больше вопросов нет. Ну, тогда, друзья, предлагаю на сегодня заканчивать. Возможно, мы еще одним подкастом эту тему соберем на тему, на более, более глубоко копнем в тему балансировки как глобальной, так и внутри дата-центров пока не знаем точно, но выглядит так, как будто мы тут еще часа-полтора сможем поговорить про это. Сегодня с нами был Алексей Воробьев из компании Microsoft Azure. Алексей, спасибо тебе большое за рассказ. Был с нами и Александр Клипер из Амазона, который стал уже практически нашим постоянным ведущим, появляясь сразу в три подкаста. Ребят, спасибо большое. Приходите еще. Спасибо. Спасибо большое. Зовите, да. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok